Так, зачистил я тут все плоскости под сальник, очистительный карбюратор продул левый подшипник, под прокладки тоже все зачистил, под цилиндр и половинки картера, то есть можно уже внедрять коленвал, но надо будет еще поменять паровый подшипник коленвала. Как говорится, тут вообще без вариантов, то есть подшипник кончен и полностью, для тех, кто не в теме, кто недавно на моем канале внутри картера была вода, примерно грамм 100, то есть возможно она вот так вот лежала на правом боку, поскольку заржавел только правый подшипник. WJ45R, то есть здесь осталось зачистить прокладку под цилиндр, убрать вот эту соплю герметика какого-то, кстати, я когда собираю, я под бензопилу вот эту хуйнюшечку вырезаю, ну чтобы прокладка повторяла контур картера. Так, сейчас меняем подшипник, сальники после сборки будут тоже вставляться, то есть сейчас смысл сальники вставлять нет. Так, комплект прокладок у нас чемпион, то есть все идеально подошло по стяжным винтам, но поскольку я, блядь, не увязок, порвал прокладку с цилиндра, блядь, то есть она была самая верхняя, начала дирать, то есть половина прокладки, блядь, приклеилась к другой прокладке, то есть вот к этой, блядь, но другая часть осталась приклеенной на этом, блядь, полиэтилене, нахуй. То есть пиздец. В любом случае сегодня уже, как бы, движок собрать не получится, то есть придется искать прокладку или покупать еще один комплект, или делать самопал. Бывает, бывает, блядь. Ну и еще раз состояние коленвала, то есть отработал он в свое время нигелю. То есть ни ржавчины, ничего здесь нет. Единственное, вот здесь вот мне-то не понравилось. Вот эта вот накатная дорожка от игольчатого подшипника, поэтому как бы и поменял коленвал в сборе. Так, ладно, устанавливаем коленвал. То есть сегодня можно установить коленвал. Поршень с кольцами. Ну и как бы и на этом все, блядь. Мои полномочия будут окончены. Так, коленвал установлен. Все протянуто на фиксаторе. То есть сейчас можно собрать весь низ, включая коленвал, маховик. Все, вот эту вот хуйню собрать. Маслонасос. Ну, скрипит потому что все как бы промыто. Очистительный карбюратор. Все как бы на вью. Фиксатор еще даже не схватился, наверное. Так, это синий разборный. Мда. Пиздец, блядь. Так все хорошо начиналось. То есть можно было сегодня завести, даже сделать первый пуск, по собственной как бы глупости, невнимательности, неаккуратности, блядь. Вот такой вот результат, блядь. Так, вам пока отключусь. То есть тут ничего интересного нет. Сейчас соберу, покажу. Уже конечный результат. А то себе жалуются, что видосы по два часа, блядь, идут. А у них YouTube тормозит, не могут посмотреть, блядь. Кстати, сальники тоже чемпионовские. И вот кто смотрел серию как бы по китайскому 660-му штилю, те помнят, наверное, что у меня была отдельная прокладка цилиндра 52 куба, блядь. Но сейчас ее нет. Она осталась на штиле. То есть сейчас надо будет где-то искать отдельно прокладку. Не знаю, продаются они отдельно или нет. То есть, если, например, стоит набор... Блядь, как он стоит. То есть 180 рублей не обошлись прокладки и два сальника. То есть раньше сальники были по 250 в других магазинах, ну и прокладки по 150. Это примерно лет пять назад. То есть сейчас почему-то дешевле даже чемпионовские. То есть, если, например, прокладки были рублей 120, наверное, 180, 90, ну, стольник. То я думаю, что если вот искать на каком-то зоне прокладку отдельно, то она будет тот же стольник и стоить, наверное, блядь. Не знаю, блядь. То есть, поищу, но, на мой взгляд, чувачок мне как бы... Блядь, где он? Комплект прокладок картера как бы достал последний. Не знаю, есть у них там еще или нет. То есть, пока что сборка затягивается. Не знаю, почему я забраковал этот коленвал. То есть, я поставил игольчатый подшипник. Звездочку. А люфт минимальный. Так, ладно, продолжаем. Кстати, сейчас взял коршневую. Старую, новую. Ну, или новую, старую. То есть, она не меня. Без задержек, без износа, без ничего. И, как бы, целая прокладка здесь. То есть, единственное, что надо будет сделать, аккуратно снять. Очистить вот этот вот черный герметик. Как бы, все поставить на место и перекрутить. так что не все потеряно, как говорится, купать не придется. Я так думаю, если это, конечно, не загондунью. И надо будет сейчас перекрутить шпильки, поскольку вот этот крутится, это тоже отвернулся от руки. То есть, надо сделать все четко. Вот, как говорится, и усе. Зазор на 25. Все чистенькое, свежее, прикручено на своих местах. Собрано все на фиксаторе. Прочневые охуенные. Все заебись. Можно запускать. Сейчас подкидываю стартер, заливаем полкуба бензина, запускаем и на этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Аж и аж. Так, искра есть, все заебись. Все проверил перед запуском. Сейчас. Полкуба бензина впад в бок. Впускной все будет четко, блядь. Ну, это не точно. Все время остается какое-то сомнение. Так, запускать будем здесь на крылечке. Сейчас здесь настрою. Так, что тут, блядь. Уставить-то, блядь. Нахерачил кубик туда, блядь. Все плавает, нахуй. Что, еще разочек, шули? Два часа времени прошло на все, про все, блядь. Подгонял глушаки, блядь. Почему-то на один глушитель на 2 миллиметра, другой на 3 не садился на этот, блядь. на фланец цилиндра. То есть, вот эти вот отливки не давали пододвинуть глушители туда. То есть, чтобы не сорвать гайки. Да, я нихуя не попал. Вроде бы. Да уж, чтобы не сорвать гайки, пришлось мне все это говно отгибать. Сначала прикручивать глушитель, а потом уже винты нижние крепления. Ну, свернул я также отверстие. То есть, какой-то цилиндр, блядь, не такой, какой должен быть. Так, пойду еще, блядь, налью, нахуй, что-то, блядь. Помимо, блядь. То есть, это не бензокоса, блядь. Сбоку захуярил, блядь, залил, нахуй, все, заебись. Сука, картер, блядь, мешается, нахуй. Еще левой рукой, блядь, заливать неудобно, ни хуй. Ну, где-то полкубана. Примерно, плюс-минус. Шприцы все рассохли, блядь, резинки, нахуй. Все, пошел, тупораде, блядь, все, лопнул, блядь. Потрескал, с пиздец, блядь, короче. Все выкинул, блядь. Дорогое дело, блядь. Сейчас должно сразу пыхнуть, блядь, поскольку бензин, минимум, воздух, дохуя, блядь, и все, как бы, в такой пропорции, чтобы развести более легкий пуск. Конечно, если бы был карбюратор, было бы все намного дольше, все работало. Так, стартер маленько проскальзывает, поскольку там собачки задроченные, и не стал я менять маховик. То есть, можно было снять маховик вот с этого картера, то есть, их было два, один пошел на доноры картер. Вот это, как бы, все рабочее оставляем, на продажу оставляем тут. Маленько там проскальзывает, рот ебать. Все-таки, наверное, соседу я отдавать не буду за лосюю нахуй. Сорез 4, блядь, соберу всю эту хуйню, блядь. То есть, надо было еще сегодня купить амортизаторы, блядь, бензукос, ну там опять сколько будет четыре штуки, блядь, в комплекте, нахуй. Всю эту хуйня полная, блядь. Так, ладно, на этом я все видео заканчиваю. Всем пока. То есть, пациент оживлен, так скажем, блядь. Пила перебрана на новых картерах, подшипники исправные, кленовал еще новый, практически семь дней обкатки, блядь. То есть, все тут четко, блядь. Все на своих местах. Вот так вот. Одобрено дерматологами, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, че может, блядь. Блядь.